Можешь сказать пару слов? Какие чудесные чудесные! Что? Все классно! Нас несет на порог! Это такой серьезный порог! Сейчас будем там что-нибудь вытворять! Здравствуйте! Сегодня мы будем проводить обзор байдарки Vega 3. Честный обзор. Расскажем все ее плюсы и минусы, недостатки. То есть полностью постараемся описать то, что мы сами испытали. Лично я и лично участники наших экипажей. Не будем скрывать ничего. Почему? Потому что такие обзоры нужно делать. Во-первых, это нужно не только нам, это нужно тем, кто изготавливает эти байдарки. Без наших мнений, без наших пожеланий не будет качественного продукта. То есть нужно участвовать в создании этого продукта обязательно. Поэтому не стесняйтесь, говорите, какие плюсы, какие минусы. Только в этом случае мы получим вот такие классные байдарки от Time Travel. Ага, молодцы. Правым-правым подгребаем, потому что ветер прибивает нас к правому берегу. И так сейчас мы попробуем собрать байдарку на время. То есть покажем вам, насколько это быстро, либо не быстро. Секундомер. Включаю. Время пошло. Так, байдарка находится вот в такой комплектации, вот в таком чехле. Раскрывается быстро. На всякий случай скажу, время, еще раз, время ровно 15.01, если вдруг собьется наш хронометр. Итак, на этих байдарках мы уже ходили, поэтому здесь установлены сидушки. Вычтем это время из их установки отдельным таким хронометражом. Ваще посчитаем. Итак, раскидываем. Байдарка делится на четыре части. И таким способом, вот, раз, половинка, два, и с той стороны тоже. Раскидываем ее. Убираем чехол. Будем пользоваться двумя насосами. О них я расскажу чуть подробнее потом, какой и для чего нужен. Ну, камеру выключим, потому что мы... Ну, вам неинтересно будет смотреть, как я ее буду качать там 10-15 минут. Но хронометраж будем вести. Итак, общее время у нас заняло 9 минут 20 секунд накачивания байдарки. Ну, за минусом доставали штатив, там, из мешочков все это. Ну, скажем так, 7-8 минут байдарка уже полностью готова. Итак, надо ли сидушки плюс полторы минуты к ним. Как крепятся сидушки? Ну, они у нас уже отрегулированы. Здесь имеется липучка. Крупный план возьми. Вот. Здесь имеется липучка. Вот так откидывается. Снизу на сидушке имеется тоже липучка. И устанавливается. Можно чуть вперед, чуть назад отрегулировать под свой уклон. Ремнями фиксируется за передние петли. То есть два ремня слева-справа. Проссовываем. И закрепляем. Желательно все это сделать сразу. Отрегулировать хорошо. Сейчас установим юбку. Покажу, как правильнее отрегулировать. Вроде на улице прохладно. Но мне уже жарко. Итак, засекаем дальше время по поводу сбора фартука. Что он из себя представляет? Ну, водно-незапроницаемый материал. Вот с такими крючками. Не путаем перед и зад. Они здесь разные. Обращаем внимание. Задняя часть шире. Передняя уже. Цепляем примерно на середину. Обязательно центрули. Начинаем с центра. Вторую часть. И потом прикрываем. Прежде чем открыть ее, открываем вверх. Не вытягиваем ее изнутри. Так вот липучка прослужит намного дольше. Вторая часть. То же самое. Раскрываем липучки. Натягиваем по центру. Максимально возможно. Фиксируем. И вторую часть. Фиксируем. Дальше застегиваем крючки. Крючки застегиваем на себя. Чтобы они не были вовнутрь. Чтобы не царапали лодку. Так же у кого есть держатель для весел, сразу накинули его сюда, чтобы он не мешался. И застегиваем по кругу. Дальше надеваем каркас арматуру для крепления самих липок. Крамка или каркас для липок находится, идет в комплектации вот в таком мешке. Перевязан изолентой вот здесь. Когда новый идет, обязательно аккуратно снимайте, чтобы не повредить сами резинки. Одевается, собирается, точнее очень легко. Просто легко. Как палатка. Колышки для палатки на резинку. Все. Каркас собран. Далее засовываем его таким вот способом. И подворачиваем вовнутрь. Можно собирать каркас на фартуке на съемном. Мне удобнее, когда он натянут. Намного лучше он лежит, ничего не болтается, ничего не сгибается. Поэтому лучше его одеть, потом собирать каркас. А в дальнейшем этот каркас можно вообще не разбирать. То есть вы собрали фартук и все. Сложили его. Когда он вам нужен, разложили, одели. Когда не нужен, положили в сторону. Так будет намного удобнее и он у вас опять же дольше проходит. Почему? Потому что любое снаряжение, когда его часто разбираете, собираете. Ну, есть степень истирания, есть степень износа. Поэтому минимум сборки-разборки. И оно у вас будет служить долго. Итак, собираем дальше. Отдели. Ну, конечно, ширина вот этой веревки затягивающей огромная. Не знаю, наверное, она такая и не нужна. Но производители сделали. В принципе, как говорится, лишнее лишним не бывает. Хорошо затянули его. И потом завязали вот такой небольшой узелок, чтобы она не распускалась. Все, каркас у вас готов. Ну, я все собирать не буду. Вот. Дальше. Показываю, как отрегулировать сидение. Регулируйте сидение, чтобы они у вас в полном таком вот напряжении не касались вот этой части. Если будут касаться этой части, то, естественно, вы ее будете натягивать, будете рвать. Тем более, если вы планируете ходить в походы с новичками или сдавать их в прокат. Очень быстро изорвут и будет большой у них износ. Поэтому регулируйте сидение под этими ремнями, чтобы был какой-то промежуток. Там 4-5 сантиметров. Проще простого. Все, наверное, носили в детстве шортики вот с такими подтяжками. Смотрим, чтобы вот эта как бы блестящая часть такая была вовнутрь с пропивкой. А снаружи был баллон. Некоторые иногда путают, выворачивая наизнанку. Ну, это неправильно. Как минимум неэстетично носить одежду наизнанку. Удеваем. Рекомендую спас-жилет засовывать в юбку. Так будет намного удобнее. Он не будет здесь придавливать юбку вниз и не будет собираться там вода. Лямки. Ну, желательно одеть, чтобы юбка не спадала и всегда была вверху. Если вы ее не оденете, она может заворачиваться вниз и внутрь попадать вода. Как правильно садиться именно в эту байдарку? Ну, в принципе, во все байдарки. Опять же, сразу добавлю какой плюс. В этой байдарке, в отличие от каркасных байдарок. Ну, скажем так, в отличие от байдарок с ненадувным дном. В эту байдарку можно смело встать на дно. Даже можно попрыгать, даже можно стать свеслом. Как на сафе прокатиться, вообще не проблема. На других каркасных байдарках, у которых ненадувное дно, в таком положении вы стоять не сможете. Вы просто продавите дно, и оно у вас порвется. Итак, садимся как. Немножко отклоняемся назад, держимся за баллоны. Ноги вытремляем и засовываем их туда. Все, мы сели. Здесь внутри... Андрей, возьми, наверное, крупным планом. Есть вот такие стремена справа и с левой стороны. Это для того, чтобы... Давай, наверное, откину уже. Показать. Здесь имеется вот такое стремя, которое регулируется по длине. Для чего это нужно? Это нужно для упора ног. На остальных других байдарках ноги упираются, не регулируются, либо в спинку, либо в поперечины, ну то есть в каркас байдарки. Здесь они упираются в лямки, и можно регулировать по длине своих ног. Больше, либо короче. Очень удобная штука, не занимает места, и удобно то, что ноги регулируют. Итак, как одевать партук. Итак, накидываем сначала сзади. Расправляем. Одеваем перед. И уже расправляем по краям. Все, фартук одет. Буквально 15-20 секунд. И потом уже можно подтянуть лямки. Чтобы фартук был повыше и не затекала вода. В процессе эксплуатации байдарки, ну, в любом случае, на любом фартуке вода здесь будет скапливаться. В процессе ходьбы по реке, по морю, по каким-то водоемам приподнимайте этот фартук, стряхивайте воду и продолжайте свой путь. Все, байдарка готова к действию буквально за 15-20 минут. Это при сборке одного человека. Если бы там было нас двое, то, соответственно, и два насоса мы бы собрали за 10 минут. Поэтому очень удобно, очень комфортно, очень здорово. Ну, а теперь обзор по этой байдарке. Да, байдарки классные, удобные, весло-легкие. Единственное, что рекомендую, все-таки летом все мероприятия посещать. А так все классно, понравилось. Все супер, мы не намокли почти, чуть-чуть по рукавам. А так вообще все комфортно и здорово. Мы получили удовольствие. Сидеть очень удобно. Внизу вот все закрыто, вот эта юбочка, это очень хорошее решение. Потому что вода вообще не проходит, внутри все тихо, сухо, комфортно. Единственное, что просто по рукам течет вода от весел. Ну, от этого никуда не тянется. Ну, это да, это все так. Нет, все классно, очень удобные вайдарки. Даже на порогах она вообще стоит как вкопанная, просто. Да, то есть она вообще даже не считается не переоборачиваться. Вообще супер. Так что все достойно. Хороший байдарк. Конструкция хорошая, тут бесспорно. В конструкцию, ну, в общем, эти, которые грибут, как они называются? Грибцы. Грибцы. Должны быть более синхронны. Все, так добавить нечего. Это не конструкция байдарки, это как бы уже... Это мои пожелания. Вот. Понравилось, как мы на плотине там стояли, в порогах. Прикольно. Еще пойдешь? Ну, наверное, если мамы. Летом, да, скажи? Да, летом. Как? А зимой? Ты что? Ты должен стать настоящим морским волком к лету. Зимой? И уже быть инструктором детским по байдаркам. Нет. Зимой и весной там мокро все. А правильно, одежду подберем. Да. Ну, а так байдарка хорошая, устойчивая. Прогулка, да, удалась. Да. Миша, не. Прогулка удалась. Прогулка удалась. Так, обзор по комплектации. Что идет основной комплект байдарка? Естественно, идет сама байдарка в стандартном цвете, красно-синий. Крепление под руль. Вот такой мешочек для документов, либо для телефона. Дальше, что идет? И три сидения. Все. Все остальное идут допы. Вот эти штучки, это держатель весла, идет как доп оборудование. Поэтому очень рекомендую. Кладется вот сюда весло, и оно находится у вас сбоку лодки. Не надо ее сюда класть, и не будет мешаться. Очень-очень удобно. Ну, рекомендую для неопытных райдеров, скажем так, байдарочников, брать по два весла и по два крепления под весла. Почему? Если вы особо нечасто выходите на прогулки, то тремя веслами вам грести будет очень неудобно. Неслажно, вы будете просто цепляться веслами. Поэтому один впереди, один сзади гребет. Посредине либо у вас багаж, либо просто пассажир отдыхает, потом меняетесь. А в дальнейшем, как бы, эти весла без проблем можно докупить, если у вас будет слаженная такая команда, как у экстрим-клуба Меридиана. Итак, дальше. Дополнительные комплектации. Что входит в дополнительную комплектацию? Дополнительные комплектации, естественно, входит за отдельную плату. Само собой, это фартук с рамкой для крепления. Соответственно, рамки, естественно, идут в вот таком мешочке. Дальше идут юбки. По желанию можно заказывать хоть одну, хоть три, хоть сколько угодно. Это тоже не входит в стандартную комплектацию байдарки. Весла, насосы, ну и все-все-все остальное тоже не входит в стандартный комплект байдарки. Ну, начнем, наверное, с минусов. Подойди поближе. Первый минус, который мы обнаружили, это срезало вот это крепление. Буквально после двух походов оно стало проворачиваться. Это, конечно, мелочь, ремонтируется, ну, абсолютно легко и быстро, но как-то в походе это не очень удобно. Дальше, какой минус, ну, наверное, не минус, просто больше, наверное, производителем на доработку. Во время похода в весла все равно, хоть вы там клеем, да, и проклеены, туда все равно попадает какая-то часть воды. Вот. Здесь установлена вот такая заглушка из мягкого пористого материала. И было бы удобнее, если вы добавили бы какую-нибудь веревочку, чтобы можно было ее легко вытащить, слить воду и опять закрыть. Вот. Так как там все равно остается вода, она там булькает периодически, и весла стоят очень долго, пока она оттуда просочится. Поэтому вот как бы вам на доработку такое пожелание, чтобы сделать, ну, не знаю, какой-то клапан может быть, просто вытащить эту штуку, вылить воду, назад ставить и закрыть. Все. Ну, весла абсолютно стандартные. Здесь уже дело в цене, в удобстве, в легкости весла. Естественно, чем дороже веса, там те же самые карбоновые веса, ну, они легкие, удобные, но они как бы и стоят дороже. Поэтому уже смотрите, для чего вам нужна байдарка. Для однодневного выхода, там, по речке походить, покайфовать, на пляжике позагорать, либо для многодневных походов. Это уже совсем другое. Далее, обзор по насосам. Очень и очень важная вещь. Сейчас по всем трем насосам расскажу. Первый насос, это электрический. Очень рекомендую его взять. Экономит время и силы. Подключается к обычному аккумулятору и, соответственно, накачивается байдарки. За исключением того, что обязательно дополнительно возьмите, в этом насосе нет вот такого переходника для байдарки. Вообще, перед неходником возьмите себе несколько штук. Они ломаются и теряются. Стоит копейки, но потом, когда вы его сломаете, и он вам понадобится сегодня или завтра, а купить негде будет, ну, будете разводить руками. Лучше сразу взять там 2-3 штучки, пусть они у вас лежат в запасе. Итак, для чего нужен электрический насос? Этот насос просто придает объем байдарки. То есть, он не накачивает его до нужного давления. Он набил ее воздухом, и она такая остается еще мягенькая. Отключаем этот насос, и дальше уже добиваем именно вот этим насосом. Ножным. В чем разница между ножном и ручным? В ножном объем меньше, но в ножном насосе есть обратный клапан. То есть, когда вы накачиваете его, воздух из байдарки обратно не выходит. То есть, вы можете медленно качать, не торопясь отсоединить штуцер из разъема, и воздух у вас не выйдет. При накачивании вот этим насосом, да, им качается быстрее, потому что он качает в две стороны. Вот он объем 3,3 литра. Грубо говоря, вы сделали вот такое движение. Раз-два, 6,5 литров сразу же закачали. Быстро, удобно, классно. Но в этом насосе нет обратного клапана. Как только вы остановились, воздух сразу начинает выходить из байдарки. Поэтому вам нужно либо быстро отсоединять, либо должен сидеть помощник, второй человек, который по вашей команде, или там по определенному давлению байдарки, да, должен быстро отключить вот этот разъем. Вот. Что бы я вам рекомендовал, если вы путешествуете на машине и не планируете там использовать их для проката, например, или для больших групп, взять два насоса. Во-первых, вот этот удобен тем, что он складывается в маленький насос. Объем, точнее. Вот. И положили его в нос. Очень удобно. Но также его можно накачать руками, если что. И плюс, опять же, да, можно добивать... Здесь есть обратный клапан. Можно добивать байдарку до нужного давления. Этим насосом добить не получится. Ну и, естественно, электрический, если вы путешествуете на машине и всегда сплавляетесь при наличии машины. Экономит, еще раз повторю, силы и время. Буквально за 2-3 минуты байдарка у вас уже будет накачана. Городость моя, капитан Студна. Держи, да? Самый счастливый этап. С двумя мужчинами-то, конечно. Ну что, в порог? Да, погоди. Городость моя, капитан Студна. Какие плюсы и минусы этой байдарки? Ну, плюсы, конечно, однозначно то, что быстрота сборки, компактность ее, нет никаких дополнительных элементов, каркаса, тем более алюминию, что очень важно, если вы планируете отдыхать на море. Я считаю, что взять ее на море, сделать выход одного дня, очень даже прекрасно. Если брать другие байдарки, аналог с металлическими элементами снаряжения, да, то они у вас, в принципе, очень быстро придут в негодность, прожавеют от соленой воды и алюминия, они просто-напросто рассыпятся, буквально там через неделю-две. Вот. Плюс. Дальше плюс какой? Ну, в принципе, она непотопляемая. Она трехсекционная. Два баллона и дно надувное. Опять же, да, говорю, на нее можно становиться, на это дно, чего не сделаешь на других байдарках. Если вы устали сидеть, ну, конечно, в летний вариант, можно взять весло, постоять, почувствовать себя гондольером, сапсерфером, наполовину байдарочником. Поэтому есть такой плюсик хороший. Дальше. Плюс какой-то байдарки, именно в съемном фартуке. Это реально офигенный плюс, потому что осенью он однозначно нушен, летом, в теплую погоду, тур выходного дня, он не нужен вообще. Складывается он вот так и, в принципе, не разбирается. Далее, если вы едете вдвоем, втроем, можно просто убрать сидушки и просто завалиться и лежать в этой байдарке и кайфовать, свесить ноги. Также на этой байдарке можно перелезть через борт и искупаться в каком-то, не знаю, затоне там, в небольшом бухте. Чего не сделаешь на каркасных байдарках, потому что они сразу же перевернутся. Из минусов. Из минусов. Опять же, такое даже не то, что минус, а замечание к производителям. Рекомендация. Во время работы веслами, ну, как бы, здесь представим, что вода, цепляется руками, особенно начинающие, которые только становятся на водный путь, цепляются руками вот за эти крючки. Руки, естественно, царапают и очень неудобно и неприятно. Пожелание производителям. Сделайте, пожалуйста, вот что-то вот типа такого накидного фартука вот на эти крючки. Будет удобно, классно и люди не будут царапать руки. Ходовые качества этой байдарки, ну, на самом деле, ходовые качества очень хорошие. Почему? Потому что у нее надувное дно. Водоизмещение у этой байдарки минимальное, поэтому она идет, скользит, как на глиссере. Вот, что очень удобно. Соответственно, раз минимальное водоизмещение, значит, она максимально поднята над водой. В сильный ветер, в сильные волны, на ней, конечно же, идти труднее, чем на каяках, там, или на спортивных байдарках. Но, как говорится, ничего универсального не бывает. Не бывает универсальной байдарки, универсальной машины, универсального какого-то снаряжения. Каждое снаряжение берется для чего-то. Эта байдарка идеальна для тура выходного дня, либо для небольших атонимных походов по простым рекам. Возможно, в ней можно пройти какой-то несложный порог. Мы еще не пробовали, потому что у нас есть пороги, но вода уже холодная. Можно и повредить байдарку, можно также перевернуться. Поэтому не стали рисковать здоровьем период пандемии. Ну, по комфорту, да, в ней тепло. Тыдешь по холодной воде, ветер, в ней тепло, все закрыто, все прикрыто, воздух под попой, мягкое сидение, удобно. В этом плане, не хорошее. Не знаю, не с чем сравнивать, но в целом неплохо. по байдарке, Очень хорошее, очень удобное. Большие плюсы в том, что она надувная. Дно, бока, это дает хорошую устойчивость байдарке. Также понравилась регулировка сидений. Можно отрегулировать под себя, очень удобно. также регулировка устойчивости ног. Ну, и вообще полностью положение в байдарке. Ходовые качества очень хорошие в байдарке. Она легко идет, быстро набирает скорость, очень удобная как в поворотах, так и в движении по прямой. Еще хотелось бы сказать плюсы о юбке, которая есть. Действительно, она очень удобная в плане осенних, весенних, дождливых каких-то погод. Ну, еще такое пожелание тоже производителям сделать вот эту часть юбки чуть-чуть побольше. Возможно, даже вровень вот с этой части. Почему? Потому что в осеннее, даже зимнее время мы тоже ходим на байдарках. Кстати, очень многим рекомендую пройтись по реке, когда еще лед не стал на реке, но уже выпал снег. Красивейшие пейзажи, белые берега, деревья в снегу и вы идете по воде. Ну, как в сказках Холта Диснея, там, Хроники Нарнии и другие фильмы. В общем, интересно. Итак, по поводу юбки. Так как мы ходим не только летом, но и осенью, и зимой, одевая много одежды, плюс пазжилет, вот эта часть, она немножко узковата. Вот, тем более, если большие люди, да, они в нее залазят кое-как. Хотелось бы, чтобы вот эта часть юбки верхняя была как можно шире. Возможно, вот, ну, вровень цепить. Ну, и в дальнейшем, может быть, здесь даже сделать какой-то затягивающийся шнурок под талией. Вот такое пожелание тоже хотелось бы учесть. А так, в принципе, все понравилось. Мы брали на пробу несколько штук байдарок, убедились в их отличных ходовых качествах, в простоте эксплуатации, в простоте сборки-разборки. Поэтому, однозначно, мы остановились именно на этих байдарках, хотя было пересмотрено много. Вот. И хочу сказать, что каркасные байдарки, наверное, это прошлый век. Когда мы собирали их часов в 7, наверное, в 8 байдарок, это было просто трэш. Поэтому я их даже бесплатно не возьму. Они не нужны. Всем пока. Присоединяйтесь к Экстрим-клубу Меридиан. Будем рады увидеть вас не только в водных походах, но и в горнолыжных турах, но и в дайвинге, в горных походах, также на восхождении Эльбрус, Казбек. Это все мы. Присоединяйтесь. Но и обязательно покупайте продукцию в компании Тайм Трэвел. Это абсолютно не реклама. Нам никто никаких денег не платит. Это чисто наше мнение. Мы не продаемся и не покупаемся. Поэтому говорим то, что есть на самом деле. похода. Совсем сляпись Дэвэля. AKA Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь как бы уже все есть Вот Прикольная вот эта штука Не прикольная, она необходимая штука Вот называется юбка Вот без нее Было бы много проблем с водой Тем более сейчас Холодно Драк вполне комфортно для троих Но втроем надо уметь попадать в ритм Ребята приехали, сейчас у них спросим Как все было легко, чудесно Рекомендуем Да-да-да Зовите трусей Сдак лимонных Я так скажу Это современный конь Удобный Подушечки Все оценили Так что мы рекомендуем на это Все-таки большой плюс Что есть юбка Классно Ну что, не хотелось сегодня лезть в воду Все-таки наш инструктор По водному туристу Андрей Боев Который вот стоит с камерой А сам не хочет лезть в воду Все-таки меня заставил показать На камере, ну ты уже одет в этой куртке Раз уж рассказывал Ну давай покажи, что это действительно Сегодня они там когда-то, когда-то Самое основное Никогда Вообще никогда Не заходите в воду На водном транспорте Без спазжилетов Я, конечно, это сейчас нарушу Но я буквально там 10-15 метров отойду Вот этого делать никогда И ни в коем случае нельзя Даже летом Не снимайте спазжилеты Всегда будьте в них Потому что ваша жизнь В ваших руках Ну что, поехали Оставлю ключики Вот передаю им от машины Надеюсь, что я вернусь Покажи, а не в стреме Доксанет, нет? Вот, стремя Регулируем ноги По своему усмотрению Ну и весла, соответственно, то же самое Кстати, да Чуть-чуть Просьба к производителям Слишком большой угол регулировки По 90 градусов Сделайте дополнительную дырочку В принципе, это самим несложно Сделать Но под 45 градусов Чтобы можно было регулировать угол Так, так Доксанет 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А так в принципе все классно, все здорово, будем брать еще эти байдарки. И у нас на следующий проект, на следующий год, 2021 год, будет вот такой офигенный проект. Следите за нами, Экстрим Клуб Меридиан. Вступайте и получите вот такое удовольствие.